Первый пошел в 5-10 утра. В Ярославле продолжают корректировать расписание автобусов. На этот раз изменения связаны с просьбой сотрудников Ярославского радиозавода. Летом из-за нового расписания часть сотрудников предприятия просто не успевали к началу смены. Работа завода оказалась под угрозой. К примеру, первый рейс 42-го автобуса из Дзержинского района был лишь в 5-40 утра и прибывал на конечную спустя 1 час 17 минут. Смена же начинается в 7 утра. Для того, чтобы добежать с остановки до цеха, у людей оставалось 3 минуты. Естественно, никто не успевал. К тому же сама остановка примерно в 10-15 минутах от проходной. Как следствие, опоздание на оборонное предприятие почти на полчаса. К решению проблемы подключился профсоюз и администрация района. У нас начинаются рабочие смены и в 7, и в полвосьмого, и в 8 утра. И с конца Брагина, чтобы приехать сюда на работу, на радиозавод, нужно из дома выезжать в полшестого, а то и раньше. Поэтому у нас была большая просьба, чтобы люди не опаздывали на работу к полвосьмому или к 7 утра, чтобы пустили утренние дополнительные рейсы. Легче уехать на работу в утренние часы с этой недели станет и жителем «пятерки», а также за «Волги». Дополнительные рейсы появились на двух маршрутах – первом и 56-м. Изменения в расписании совместно с жителями прорабатывали сотрудники администрации районов и профильного департамента. Кроме того, в ведомстве говорят, зимой в силу вступают новые правила для перевозки пассажиров. Поэтому в ближайшие месяцы в городе обновятся и сами автобусы. В совместном с департаментом городского хозяйства мы встречались с жителями Фруинского района на остановочных комплексах, обсуждали проблемы в транспорте. Кроме того, мы встречались с руководством радиозавода, встречались с работниками радиозавода. И по результатам этих встреч, те предложения, которые были выдвинуты, мы постарались их реализовать.